Друзья, всем привет! Канал Каримов Равиль, канал обо всем. Сегодня мы находимся в Кремле, и я хочу показать и рассказать про Благовеченский собор, древнейшую каменную постройку в городе Казани, которая заложена 4 октября 1552 года, в день торжественного въезда Ивана IV в Казань. Место для будущего собора было указано личным царем Иваном Грозным. У татар прозвище у него другое – Яуза Иван, что означает «Жестокий Иван». В 1562 году с ковскими мастерами во главе с постником Яковлевым и Иваном Ширяевым собор был возведен в камне. В XVII веке к храму была пристроена пятиярусная колокольна, в которой находился самый большой казанский колокольный вес, который составлял около 24 тонн 570 килограмм. В XX веке была утрачена колокольня о здании собора приспособлено под архивы хранилища. Но, несмотря на все перемены, в соборе сохранились мастерные росписи, выполненные во второй половине XIX века. После образования музея, заповедника, Казанский Кремль были проведены крупномасштабные реставрационные работы, и в 2005 году Благовеченский собор был вновь освещен и в настоящее время открыт для посещения. Ну, это все хорошо, бла-бла-бла. Перефразирую русскую пословицу, скажу, большая бочка дегтя на ложку меда. Основное, что хотелось бы напомнить, что во время постройки этого собора Благовеченского были использованы могильные камни наших предков татар, чтобы не забывали об этом в первую очередь мои соплеменники татары и не давали забывать государство, образующему народу, чтобы помнили не только Гитлера и там 6 миллионов, по-моему, убитых во время Второй мировой войны евреев, но помнили, что много народу пострадало от захвата Казани, Казанского ханства. Спасибо, друзья. Канал Каримов Радиль, канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал, будьте с нами.